Вы слушаете Радио России Ульяновск. Добрый вечер, дорогие друзья! С вами снова ваш вечерний радиогид Александр Филатов, а это значит, что вас ждет встреча с интересным гостем. Кроме того, сегодня, сразу после большого женского праздника, мы будем слушать авторскую песню. Само собой, прежде всего, лирическую. За чашкой кофе. Я живу от звонка до звонка, Как в темнице из мягких стен. На коленях твоя рука, За спиной прозрачный плен. Убежать, но в какую хамарь? Цепь, конечно, как не беги. Дышит холодно в дверь январь, И все глушит твои шаги. Я, конечно, смогу забыть, И я, конечно, не стану ждать. Без тебя невозможно жить, Без тебя тяжело дышать. Догорает огонь в печи, Недопитый бокал забыт. Что-то птица кричит в ночи, Что ж так громко она кричит. У нас сегодня новый творческий, Замечательный гость, Ульяновский поэт, Слен Совета Писателей Российской Федерации, Барт, адвокат известный в нашем регионе, Федор Горобцов. Добрый вечер. И вот с ним мы сейчас будем вести разговор О творчестве, о литературе. Вообще говорить с адвокатом, Это, наверное, дело не самое простое, Но я попытаюсь. Как все начиналось? Как и у всех, пожалуй. Кто-то вот как-то проклюнуло и началось. Где-то, наверное, в 90-х годах. Был такой раздрай, шатание, Хотелось как себя показать, проявиться. Прорезалось на почве, скорее всего, Иронической поэзии. Поэтому именовать себя, Поэтому у меня язык не поднимается, Как говорится. Пишу так на злобу дня. Лирики довольно-таки мало. Социальное направление больше. Ну, что-то есть, да, социальное. Но не только социальное. Социальное, может быть, даже на втором плане. Я стараюсь не лезть не в государственную политику. Ироническое отношение к нашим слабостям, К нашим сильностям, Оно присутствует человеческим. То есть я исхожу из общечеловеческих ценностей. У меня какие-то стандарты сложились в этих вопросах. Они укаживались, естественно. Вот пишу об этом, пожалуй. Какие-то более ранние подоплеки к творчеству, Они у вас случались? В юридическом студии было такое, конечно, Такие наметки, так скажем. Но опять-таки это было все связано с юмором. Когда надо было сделать какие-то капустники, Я писал для них какие-то сценарии, Пьески коротенькие, Скетчи, или как они там называются. В армии приходилось этим тоже заниматься. Различные посвящения, опять-таки, юморные всем. Особенно в армии это актуально, Поскольку очень много смешного. Над этим очень хочется посмеяться. С юмором это как-то легче пережить. Ну, конечно, да. Поэтому в армии это было востребовано довольно-таки. А где служили? На Дальнем Востоке, Приморской Грани. Кстати, в 83-м году, когда был сбит южнокорейский Боинг, Как раз принимал участие в этом сбитии наш корпус ПВО. Последние звуки славянского марша идет, Эшелон на Кавказ. Налейте до края за здравной чашей, Молитесь за нас. Идут не от Бога конфликты и войны, Но, слыша Всевышнего глаз, В своем назначении приемлем спокойно, Молитесь за нас. Встречают, как встарь, равнодушно и строго Картины исхоженных трасс. Ответственны мы пред Россией Богом, Молитесь за нас. В глазах остающихся боль и тревога Важнее изжеванных фраз. Идем на Кавказ, по веленью Рока, Молитесь за нас. Пустит перрон, только время рассудит, Что было и будет сейчас. Быть может, вас славит, А может, осудит, молитесь за нас. Последние звуки славянского марша Идет эшелон на Кавказ. Налейте до края за здравной чашей, Молитесь за нас. Вы говорите, что вы не поэт, Но среди коллег в прессе Несколько раз мне попадалась такая формулировка, Как Минаев в наше время. Очень интересно для меня, Но это далеко не так, Потому что уровень Минаева И мой уровень совершенно различный. А то, что касается лично меня, Как я себя позиционирую, так скажем, В обществе. Но на этот счет у меня есть четверостиши. Я порхаю, как желтый лист, Усмехаясь, я вас лет. Для юристов я не юрист, Для поэтов я не поэт. Да нельзя сидеть на двух стульях, Можно штаны порвать, как говорится. Ваша основная профессия адвокатская, Как это перекликается с вашим творчеством? Насколько я знаю, у вас даже по названиям книг, Это вот как-то ваша основная профессия, Она нашла свое отражение. Ну, начнем с того, что Владимир Ильич Ленин Был адвокатом, и причем неплохим адвокатом. Поэтому все началось, может быть, с того, Что в Самарском областном суде, Он в свое время, там был Самарский окружной суд, И Владимир Ильич там служил Помощным председжимом поверенного, Хардина Андрея Николаевича, Где и провел, в общем-то, благополучно 18 различных дел С очень хорошими результатами. И вот первые мои стихи Как раз были посвящены Владимиру Ильичу Ленину В Самарском суде. Мне пришлось принимать участие В судебных процессах, И мне в том зале, где когда-то Участвовал Владимир Ильич. И там висит его огромный портрет, Там было написано первое стихотворение. Самарский суд немало-то изведал, Ты юного здесь видел Ильича, Он праздновал здесь первые победы, Он бегал здесь ботинками стуча, Ну и Ильичу Фемиду надоело, Остачертел ему Самарский суд, И вскоре он другим занялся делом, Оставив в туне адвокатский труд. Его глаза сияют добротой, И он в суде первейший человек, А на дворе уже смердит весною, И наступает 21 век. Ну это давно было написано, Еще в 90-х годах, Хотя с тех пор уже прошло много времени, Лучше не стало, на мой взгляд, Юриспруденции. Это в каком плане? То есть, допустим, При нашем покойном императоре Николае II, Процесс оправдания приговоров по стране достигал, Но чуть ли не 20%, При Иосифе Сталине он составлял более 4%, То в наше время он составляет менее половины процентов. Вот такая статистика. Поэтому здесь говорить о том, Кто больше тиранства, Вот еще надо подумать. Статистика истерпывающая. Неупрямая к тому же. Не для интриги и не для овации Амбициозность поправ, А нужно найти в себе силы признаться, Если ты в чем-то не прав. Сделайте шаг через стернии с звездом И ощутите тогда, Стрелы каленые, рвущий воздух, Не причиняют вреда. Острый топор, угрожающий шеи, Плавно скользнет стороной. А ветер утихнет и станет добрее, Буря уйдет на покой. За твердолобость мы платим когда-то И пересили в свой нрав. Нужно сказать, не рабея, Ребята, я, извините, не прав. Мир наш, увы, до обидного зыбок Бьется в рыданиях глухих. Больше страдаем мы не от ошибок, От непризнания их. Не для интриги и не для оваций Амбициозность поправ. Нужно найти в себе силы признаться, Если ты в чем-то не прав. Жесткое это дело права. Вот когда-то был спор физики или лирики. А как юристы с лириками уживаются? В одном человеке в том числе. Человек такая тварь, в котором все уживается. И коронавирус, и грипп, и прочее. Любой процесс, судебный, уголовный Или гражданский лирик. Там участвуют люди со своими слабостями, Со своими интересами, Со своими тараканами в голове. Наличие вот таких слабостей, Сильностей в человеческой душе, В человеческом поведении Всегда побуждает к тому, Чтобы как-то это отразить. Особенно, когда это становится забавным, Или когда хочется над этим откровенно посмеяться, Поиронизировать. Ну, естественно, об этом пишется. А как галерея характеров? С этой кафедры удобно наблюдать? Удобно наблюдать из любого места. Главное, не обидеть. Зачастую случается так, что человек обижается. Всего своего характера, Был дружен с Григорием Матвеевичем Медведовским. Кстати, очень хорошая тема, Потому что нельзя не спросить, Ввиду очевидного некого родства направления. Он был виртуозом пародии, Григорий Матвеевич. Великолепный поэт. Матлин в свое время, Светлана Ивановна, Она порекомендовала обратиться именно к Медведовскому, Чтобы он написал рецензию на мою книгу. Поэтому по ее рекомендации, Я, в общем-то, познакомился с Григорием Матвеевичем. Мне очень хотелось узнать его отношение К тем пародиям, которые я писал в свое время. К этим пародиям он отнесся крайне отрицательно. Сказал, что они, мягко говоря, бездарные. Когда он писал рецензию, Он очень много пародий просто выкинул из книги. И со временем я понял, что он был действительно прав. Кстати, интересная история. Вышла история государства российского. Эта история написалась долго, лет 20, наверное, если не больше. Это он, когда ее читал, перечитывал, Он более, ну, две трети, наверное, из этой истории, Мягко говоря, подверг такой критике жесткой. Рекомендовал категорически убрать. Видел в этом и смешение жанров. Ну, мы с ним жутко спорили на этот предмет. Но поскольку мудрость в нем была глубоко посажена, Я все-таки его послушал. Пожизненно была посажена мудрость. Я ее положил по ему глубоко в стол, Вернулся через несколько лет. И помнишь, Медведовский был прав в этом отношении. Опыт и поэтический талант никуда не денешься. Чего во мне явно не хватало. Пару четверостишей вспомните. Сказал еще когда-то историк и поэт. Земля у нас богата, порядка только нет. Князья собрались, братцы. Ну, мы же не так живем. Давайте иностранца на помощь призовем. И виск нам варяги в порядке наводить. Мол, где зимуют раки, покажем так и быть. Хотя здесь тоже очень много спорного, Что было до девятого века, до восьмого века. Мы ничего не знаем, ничего не сохранилось. А то, что было сохранено, это так мало. И говорят только о том, что все было утеряно. Не стоит горевать и громко охать, Завистливо смотреть по сторонам. У каждого свой крест, своя голгофа, И каждый платит по своим счетам. По трупам властолюбцы рвутся к власти От первых дней до нынешних времен. Считая наивысшим в жизни счастьем Иметь под задом стульчик, кресло, трон. По сути, трон – изысканная палаха, Прикрытая блестящей мишурой. Свинцом налита шапка Мономаха Для тех, кто власть не путает с игрой. Свинцом налита шапка Мономаха Для тех, кто власть не путает с игрой. Почему именно история России Стала предметом вашего сочинительства? История государства российского, Которая написана мной, Она, естественно, написана в стихах, Она написана в продолжении истории, Которую написал Алексей Константин Столстой. То есть мне понравился его ироничный взгляд На эти вещи. Хотя смотреть на историю сыроем Как-то не с руки, потому что это уже случилось. Но, тем не менее, сейчас, Как сказал Михаил Задорный, Наше прошлое непредсказуемо. Следуя том русле, Который написал в свое время Алексей Константин Столстой, Я продолжу просто историю. Оказалось, это форма изложения Довольно-таки забавной. Многим нравится. Хотя я рассчитывал на большую реакцию, Но ее не последовало. Может быть, еще последует? Ну, может быть, лет через сто. Я подожду. Сколько было сердец истекающих кровью, Сколько пролито слез под волшебной луною, Сколько сказано нежных, восторженных слов Про любовь, про любовь, про любовь. Для вас овитийствуют поэты, Для вас безумствуют гусары, И в тишине шаленых рассветов Поют и плачутся гитары, Поют и плачутся гитары. И неважно, кто ты, Кресса может быть сирой, В каждом нежно звучит Утонченная лира, Каждой жизнь отдать Без остатка готов. За любовь, а за любовь, За любовь Для вас овитийствуют поэты, Для вас безумствуют гусары, И в тишине шаленых рассветов Поют и плачутся гитары, Поют и плачутся гитары. Продолжаем нашу вечернюю Пост-восьмомартовскую программу. Гость нашего эфира – Ульяновский бард, поэт, Член Союза писателей России – Федор Горобцов. Мы слушаем его песни И даже иногда стихи. Вот альпинист, Настырно и упорно, Сквозь камнепады, Снега, круговерть, Стремится к пику, По уступам горным, Ему вершину нужно одолеть. И чтобы вновь победой насладиться И испытать волнующий экстаз, Опять наверху сильно стремится, Рискуя жизнью дерзкий скалолаз. Любимый, ты словно та вершина, А я как тот безумный скалолаз, Стремлюсь к тебе сломать, Рискуя спину, И всякий раз, Как будто в первый раз. Все-таки я возвращаю к истокам. Откуда вы родом? С Казахстана, В Туральской области. До 80-го года я прожил в Казахстане, Окончил школу, Уехал уже в Россию, С тех пор нахожусь в России. То, что касается песен, Конечно, тоже громко сказано, Песни, Потому что я не музыкант, У меня нет музыкального образования. В общем-то, они как-то ложились. Как сказал в свое время Вадим Семенович Высоцкий, Необходим был ритм какой, Ритмическая основа стиха, Для того, чтобы легче было Выразить свои чувства, Свои отношения. И мне показалось, Что эта форма изложения, Форма преподнесения, что ли, Своей мысли, Вот в такой музыкальной основе какой. То, что я пишу, Музыкой трудно назвать. Нет, но ноты есть, значит, музыка. Но с другой стороны, Когда некоторые авторы Пытались аранжировать, То, что было мной сделано, Получились, в общем-то, Красивые вещи. В инструментальной аранжировке было, Сделано около 60 песен, по-моему. Они были исполнены, Где-то блуждают в Ютьюбе даже. Хотя у меня даже полного сборника этого нет. Кто исполняет? Знакомы с этими людьми? Да, я знаком, конечно, с людьми. И исполняет Михаил Антонов. Я исполнял, оказывается, Некоторые песни, Которые даже записывались здесь, Вот из студии, Много лет назад. И Жданов, наверное, Подыгрывал на гитаре. Те песни, которые исполнялись Под две гитары, Подыгрывал Алексей Жданов. Мы с ним, кстати, От имени филармония еще Нашей Ульяновской областной. Когда там уже разъезжались, Давали какие-то выступления авторские По городам и весь. Вот такой дуэт с Алексеем Ждановым Был довольно удачным, Потом он прекратил существование. Поэтому к песне вот тоже У меня отношение такое. Просто ритмическое сону Для того, чтобы преподнести, А чтобы это было более разнообразным, Приходилось использовать гитару. Осень в золотую акварель Высветила хрупкие березы Листья опускаются, как слезы На травы пожухлую постель Осень золотая Краски рассыпая Собирает в стаи Перелетных птах И взирая в следы Я прощаюсь с летом Мне б сорваться следом Но, увы, и ах Мне б сорваться следом Но, увы, и ах Ты явилась в неурочный час Ты явилась в пору листопада И теперь осенняя прохлада Разделяет Как стеною нас Осень золотая Краски рассыпая Собирает в стаи Перелетных птах И взирая в следы Я прощаюсь с летом Мне б сорваться следом Но, увы, и ах Мне б сорваться следом Но, увы Сколько у вас песен сегодня считали? Где-то уже больше двухсот Ну, они постепенно Одни поются, другие пишутся по-новой Старые забываются Потом поднимаешь старые песни Мне кажется, остаются быть актуальными И их опять начинаю реанимировать Что-то изменять Я знаю, что вы выступаете И творческий вечер у вас был В библиотеке не так давно В плане песен вы на фестивали ездили? Я ездил на фестивали, конечно Но мне они показались слишком ангажированы Поэтому просто перестал туда ездить У меня с удовольствием выступали Последние выступления, которые происходили Под эгидой того же Русского географического общества Я там написал штук пять Так скажем, псевдотуристические песни Опять с иронической направленностью Которые были востребованы, так скажем Народ очень живо реагировал То есть вы, как автор, можете и по просьбе написать? Если попросят Если это как-то откликнется у меня в душе То есть я с удовольствием это сделаю А если не аукнется То ничего не напишется, как говорится А как пишете обычно? Все по-разному Кто-то, не знаю, посреди ночи встает Какие-то строчки записывает Всех свои способы Есть экзотические Есть какие-то простые и обычные Я был бы славой, увенчан, когда бы труд любил, как женщина По ночам приходят, конечно, мысли Вот так Ленин метаться от кровати до стола Что очень много умирает там ночью Хотя действительно, иногда встаешь, скрипя И что-то записываешь И получается неплохо Поэтому по ночам иногда приходят Довольно-таки интересные мысли Я не графоман, вот это страшно Это большой минус в наше время Большой минус страшный Одно время я даже держал диктофон возле кровати Чтобы можно было прокричать вот диктофон Но слава богу, что я не графоман Не стал мучить людей лишним плодами Он талантлив по всем Его хвалят кругом За гитару стихи И за фото Про него говорят А он везде на расхват Но не платит никто За работу От пустой суеты Погружаясь в мечты Напиваясь порой И до якоты Он ужасно хандрил И, наверное, б не пил Но не платит никто За работу Что от бога дано Утаить мудрено Но к господь оконфузился жутко В чем же этот конфуз? А он служителям мус Для чего-то оставил желудки А парижский бомонд Ему славу поет От восторга визжит И клокочет А он, сшибая гроши К ним не очень спешит И бежать из России Не хочет В одном из своих стихотворений Вы написали, что вы поэт провинциальный А как же вот вся эта наша столичность Культурная, литературная, книжная Как же вам в ней Жрется провинциального поэта? Я поэт провинциальный В этом вся беда Взгляд голодный и печальный у меня всегда Но у меня, конечно, взгляд не голодный и печальный Потому что я кармлюсь не за счет поэзии Это просто такое хобби Действующий, практикующий адвокат И это меня спасает от всего остального В этом стихотворении я поэт провинциальный Просто басти басти Помните, наверное, Антон Павлович Чех В свое время говорил, что Упаси вас, Господи, быть провинциальной знаменитостью Это очень тяжело и страшно Ну, опять-таки, на 200% был совершенно прав Помыслы, может быть, раньше были Тщеславные такие А потом они куда-то исчезли Я, наверное, повзрослел просто Мне стало комфортно там, где я живу В той ямке, где нахожусь Мне очень комфортно Я люблю наш замечательный город Он очень маленький, уютный Все друг друга знают И меня здесь все знают Поэтому мне здесь очень комфортно А стремиться куда-то Нет такой тяги А то, что касается наших поэтов У нас столько замечательных Столько мудрости у них сквозит У нас есть великолепный поэт Евгений Степанович Ларин Димитров Грайц Ему 95 лет У него такой живой, свежий ум Взгляд на вещи Стихи Я не скажу, что они там изысканные Они очень простые Рубленые топором, может быть Но они доходят до печенок До самих Мы с ним вот недавно буквально По-моему, в январе Выступали Да, в Димитровграде Он меня поразил Своей энергией Своей мощью такой Я был просто в восторге Когда уехал И пока ехал в машине Написал даже стихотворение Которое им было посвящено Симбирская губерния Симбирская губерния всегда была Родиной Складом, можно сказать, талантов Начиная от Карамзина Я уже не буду всех называть Потому что они все на слуху На всем я вижу радость и печать Пусть я хрип и до корней простужен Жизнь коротка, чтоб на нее ворчать Ведь все могло бы быть гораздо хуже Вчера неосторожно поспешил Со шляпой вместе оказался в луже Конечно, я кого-то насмешил Но все могло бы быть гораздо хуже От суеты сует не продохнуть Делами словно проклятый загружен Но я свершаю свой веселый путь Иначе будет все гораздо хуже Так получилось, что в один из дней Я был слегка изранен и контужен Как хорошо, вот если б чуть левей Все было бы для меня гораздо хуже Наступит час, улягус я в гробу Друзьями провожатыми окружен Скажу спасибо Богу за судьбу Ведь все могло бы быть гораздо хуже Поэты, которые сейчас живут, действуют Они еще вносят и еще достаточно несут в поэзию Потому что если, конечно, подходить к поэзии С точки зрения классики Вот у нас Александр Сергеевич Пушкин появился Это наше все В общем-то, любая тематика, которая существует Она уже освещена Александром Сергеевичем Но ничего нового не напишет Лучше, чем написал Александр Сергеевич Причем это сделано весело, легко С солнечным задором, с глубокой мудростью Все в нем сочетается идеально Ну просто Господь Бог подарил России Этого великолепного поэта Есть у нас Лермонтов Есть у нас Языков Николай Михайлович Я уж не говорю про поэта Серебряного века Они столько внесли, что писать, по сути, не о чем Потому что все уже написано Но, тем не менее, писать-то хочется И, тем более, это изнутри рвется Мы и пишем Не о чем все написано Но ведь вы писаете Но все равно пишем Что хочется этим сказать, сделать, донести? Да вот нет никакой мотивации Просто что-то рвется изнутри Поэтому и пишется А если то, что написано, востребовано Если даже кому-то одному, второму, третьему Это уже достало какое-то удовольствие И кто-то нашел там в этом Какие-то отклики в своей душе Какая-то перекличка пошла То это уже, значит, жизнь прожита не зря И стихотворения написаны не зря Не зря ничего не происходит Свидетели святые небеса Мужчинам не дано остепениться Простите нам усталые глаза И сеть морщин, упавшую на лица Куда б судьба мужчин не завлекала Но отовсюду, словно с поля брани Нас у порога женщина ждала Как ждет маяк, мерцающий в тумане Где-то мы не успели Где-то мы поспешили Где-то мы не допели Просто не позвонили От создания света Мы страдаем от где-то Гром побед наших мнимых Он на лицах любимых Мы рождены под барабанный бой Но греет наши души изначально И правит нашей ветреной судьбой Любимый образ, милый и печальный Рыдала Ярославна на стене Моля счастье для дружины славной И каждый вечер мечется в окне Своя вся в ожидании Где-то мы не успели Где-то мы поспешили Где-то мы не допели Просто не позвонили От создания света Мы страдаем от где-то Гром побед наших мнимых Он на лицах любимых Нам женщины без души не простят А над душами бессильно Даже время Придет черед Они благословят И поцелуют На удачу с тремя И будут ждать И верить И любить За наш шаленых молиться Перед Богом И темными ночами выходить На пыльную от конских ног дорогу Где-то мы не успели Где-то мы поспешили Где-то мы не допели Где-то мы не дожили Гром побед наших славных Он во слову желанных Я знаю проститься Все, что нами творится Я знаю проститься Все, что нами Процитировали Иронически сказать «О, был бы славой я увенчан Когда бы труд любил, как женщина» И я знаю, что среди ваших песен Там есть лирика Есть посвящение, естественно, женщинам Пытаюсь вас на лирическую тему Как-то сподвигнуть Ее величество, женщина Она вдохновляет Пока они нас вдохновляют Мы будем мужчинами Когда они нас перестанут вдохновлять Ну, можно уже сказать, что пора Ну, пока еще это не наступило Если глубоко вдуматься То даже иронические стихи Они тоже пропитаны Лирикой и любовью к женщине Ты не очень меня жалела От печали не берегла Обожала, быть может, тело До души постичь не смогла Пусть печаль мое сердце гложет От нее не сойду сама Я не стану тебя тревожить Это сделаешь ты сама А любовь, что ушла с тобою Не задену, не оскорблю Я желаю тебе покоя И как прежде еще люблю Ее нельзя навечно покорить Она творит лишь то, что пожелает И, позволяя покоренной быть Она довольно искренне играет А кто не примет правила игры Приятно ей, но только до поры Я с ней устал и плакать, и страдать И как-то от бессилия не имея Я понял Вольный ветер обуздать Довольно безнадежная затея И с той поры порвать Не в силах сети Подстраиваюсь я под этот ветер Ведь если ветер перестанет дуть Утратит он значение и суть У меня очень много четверостишей Я потому что, как один раз написал Очень лапидарный поэт Люблю краткости, афористичность Поэтому я не могу писать длинные вещи Я их пишу короткие всегда И собеседник тоже лапидарный Четыре строчки даже бывает много Но зато вот эти четыре строчки Или две строчки Или даже одна строчка иногда Самая, конечно, лучшая Это одна строчка Даешь только такой штрих А остальное читатель додумывает И может додумать как угодно Достиг вершин в этом жанре Вишневский Медведовский очень много написал В этом же размере В одностиши И действительно они очень остроумные Очень забавные иногда Иногда очень мудрые Оставляют большое поле для домысливания Для интерпретации различных А это очень важно в поэзии, правильно? Потому что Чем грешит графоман? Он стремится к тому, чтобы разжевать мысли Положить в рот И еще пропихать И поэтому такие стихи как-то и не читаются Не воспринимаются Надо что-то оставить читателю для домысливания Поэтому я стремлюсь таким к малым литературным форумам Когда говорим о лирике Просто невозможно не говорить о женщинах И потом, если так посмотреть Ну, в мире есть первооснованность Все-таки мужчина и женщина Адам и Ева Мы не можем жить без них Они не могут жить без нас Мы должны любить жизнь Любить женщин Они должны любить нас Любить тоже жизнь И тогда все будет прекрасно Костер любви Он тоже жаждет пищи И если не кормить его тебе и мне Останется холодное кострище Как память о пылавшем здесь огне Костер любви Всевышним так устроен В нем даже кирпичи горят Когда его подкармливают двое В руках же одного любая пища Яд Весь наш разговор построен вокруг Некоего такого иронического отношения к жизни Вам трудно быть серьезным Да, есть такая фраза А вот какие-то вещи Которые вас волнуют в этой жизни Это что? Ну, кроме профессии Все волнует Мне, естественно, волнуют судьбы И нашего Отечества Судьбы России волнуют Куда же это поденчество? Мы живем в нашем государстве Мы должны любить нашу Родину Мы ее любим К сожалению, между Родиной и Отечеством Вот есть определенные различия Такое ощущение, что Иногда случается, что Государство идет в одну сторону А Отечество в другую Раздрай Нехорошо Это тут очень беспокоит Очень много бедности Все-таки в стране Поэтому все это беспокоит Но, с другой стороны Беспокоюсь, не беспокойся Что ты можешь сейчас сделать В данной ситуации? Да ничего, только Переживать и все Поэтому приходится Может быть Вот эти переживания Скрывать Под личиной иронии Но русский народ Он и не такой пережил Переживут и дальше И каждому поколению Кажется, что Их поколение Последнее в истории Но, тем не менее Мы существуем Не одну тысячу лет Я думаю Дай Бог И будем существовать И через все это пройдем И вообще Кто-то сказал из мудрых Счастье Это не цель Это путь Поэтому Тот факт, что мы Живем Это уже счастье Господь Бог наделил Этим счастьем Надо радоваться Не смотрите на время Сердито Не грустите, что вам В этой жизни Не все удалось Будет в доме тепло Если двери у дома Открыты И, глядишь, не пройдет Мимо дома Родимый авось Дорогие друзья Позабудьте на миг О печалях Всем добра пожелав И оставив дела До поры По бокалам разлейте Чудесный букет Цинандала Не спеша пригубите Кавказский огонь Хванчкары И пусть гитары И звенят И безумствует свет Пусть фужеры Летят На дубовый паркет Бытия Краткий миг Словно вспышка В ночи Жизнь похожа На крик Так не молчи Прибывая в гостях На земле Этой милой Вечной Мы торопимся Жить И куда-то Безумно спешим Дорогие друзья В этой жизни Все так Скоротечно Мы пришли И уйдем Оставляя Дорогу Другим Так пусть Гитары Звенят И безумствует Свет Пусть фужеры Летят На дубовый Паркет Бытия Краткий миг Словно вспышка В ночи Жизнь Похожа на крик Так не молчи У вас есть стихотворение Где вы Благодарите жизнь Помните его? Да, конечно Жизнь Я люблю тебя За твой экстрим Извечный За то, что ты Пудовым кулаком Ломаешь мне хребет Чтоб через миг Сердечно Лизать мне пятки Жарким языком Жизнь Я люблю тебя За твой экстрим Извечный За то, что ты Пудовым кулаком Ломаешь мне хребет Чтоб через миг Сердечно Лизать мне пятки Жарким языком Жизнь Я люблю тебя Ты не даешь От скуки Страдать С тоской Глядя в небеса Ты даришь мне Врагов Друзей Надежных руки И женщин Восхищенные глаза Люблю тебя О, жизнь За горечь поражений За яркий блеск Даровных побед За детский смех За тягостность Сомнений За грязь Вранья Летящая Мне в след Люблю тебя О, жизнь Твою необычайность Пою хвалу Священным небесам За то, что я Как странная случайность Листом кленовым Пал к ее ногам Уйду и я туда Свой круг Земной отмерив Но даже там У жизни на краю Махну Петру Захлопну громко Двери И жизнь Как награду Воспою Спасибо, жизнь Тебе Что ты меня признала За то, что ты ласкала Словно мать За то, что ты мне Щедро даровала Возможность петь Метаться И страдать Спасибо вам, друзья Что вы меня терпели Когда я сам себя Едва терплю Во мне еще огни Не отгорели Спасибо, жизнь Я так тебя люблю А наше время Между тем Подошло к концу С вами был Ваш вечерний Радиогид Александр Филатов И мой гость Ульяновский Барт И адвокат Федор Горобцов Мы слушали Его песни И посвятили Нашу встречу Прошедшему Весеннему Празднику Любите жизнь Дорогие друзья И она ответит Вам тем же Всего доброго До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok